Каждый день столбик термометра бьёт температурный рекорд. Предстоящая неделя тоже обещает быть жаркой. В понедельник температура воздуха в тени снова превысила 30 градусов. Люди ходят по улицам, не выпуская из рук бутылки с водой. Не пустует в июньскую жару пляж Щёлковского парка. Люди отдыхают под оборудованными навесами, а также непосредственно у воды. В парке под тенью деревьев горожане пережидали зной за чтением книг и смартфонами. Заметно увеличился спрос на прохладительные напитки и мороженое. Да, спрос увеличился. Мороженое, соки, воды. Сладкая или простую воду? Холодная железная, спрашиваю. У киоска мороженое на залитой солнцем улице Пушкина мы заметили небольшую очередь за охлаждающим десертом. До жары было похуже спрос, а сейчас жару идёт очень хорошо. Больше всего любят лёд. Лёд. Ну и пломбируют всё равно. Берут всё. Охлаждает особенно лёд. Я сама даже вот некоторый раз возьму и съем. Можно обтянучку? Скажите, действительно мороженое спасает? Жару, конечно. Ребёнок не может обойтись без мороженого летом. Ну, конечно, стараюсь не очень часто, но когда на самом солнце пёчет, то да, очень помогает. Прохладительные напитки и десерты пока самое доступное средство хотя бы на короткое время сбить остроту летнего зноя. В четверг синоптики прогнозируют и вовсе аномальную температуру до 36 градусов. Производители газировки, мороженого и кваса могут рассчитывать на повышенный спрос. Михаил Налётов, Валерий Жеглей, Щёлковское телевидение. Продолжение следует...